Здравствуйте! В эфире телепередача «Лестница». Команда студии «Автор» подготовила для вас новые сюжеты о ярких событиях города. Как ты думаешь, есть ли что-то общее у лосей прищепки? Это вообще возможно? Я не представляю, зато это знают организаторы фестиваля «Рыжая прищепка». Наши журналисты побывали на этом событии, и мы вместе с нашими зрителями сейчас все узнаем. Заречная благоприятная площадка для людей абсолютно разных социальных групп. Дети и взрослые находят здесь возможность развивать свои таланты, укреплять здоровье и жить в комфортной среде. Также в нашем городе уделяется особое внимание людям с ограниченными возможностями. Для них состоялся первый открытый инклюзивный фестиваль «Рыжая прищепка». «Сегодня это не только большой шаг навстречу друг другу, общества и людей с ограниченными возможностями, а это еще возможность у каждого из вас открыть для себя что-то новое, открыть в себе что-то новое, приобрести новых друзей, расширить свой круг общения. Для человека вообще нет пределов возможных. Самое главное, чтобы рядом был тот, кто всегда протянет руку помощи. И я уверен, что сегодня в Заречном таких людей прибавится». На один день Заречный стал местом вдохновения. Фестиваль раскинулся под открытым небом. Мастер-классы, выставки, экскурсии, выступления – это лишь малая часть площадок, где свои способности могли показать люди с ограниченными возможностями здоровья. «Приветствую всех, кто решил принять участие сегодня в этом фестивале. Это здорово, что у нас в регионе проводятся такие массовые фестивали для детей и для людей с ограниченными возможностями. Сегодня у вас есть возможность также презентовать свои идеи, познакомиться с достижениями интересных людей. Ничего не бойтесь, творите, вдохновляйтесь, вдохновляйте. И пусть рядом с вами будет только любовь, надежда, вера и помощь близких вам людей». В наш город приехали гости из Пензы, Снежинска, Копейска, Краснодара, Казани и других городов. «Такие события, такие встречи очень необходимы, потому что в первую очередь у нас появляется возможность познакомиться друг с другом. У нас появляется возможность найти друзей, найти верных друзей, на чем плечо мы всегда сможем рассчитывать в будущем, узнать об удачах, об успехах, о новых проектах, наших соседей и в то же время поделиться своими успехами, своими удачами. Может быть, обсудить проблемы, может быть, обсудить те варианты, когда нет решения. И вместе их найти». Фестиваль стартовал на площади Дворца культуры «Современник». Открытием стало театральное представление, в котором приняли участие творческие коллективы нашего города и гости фестиваля. На сцену выходили люди с ограниченными возможностями. Они подготовили прекрасные выступления, показали, что их физические недостатки – это не преграда безграничному миру творчества. «Я хотел сказать самое главное, что люди, вы знаете, мы не с ограниченными возможностями, а мы люди с безграничными возможностями. И поэтому для нас нет границ. Мы можем все, и мы должны стремиться. Жизнь прекрасна, в любом состоянии. Все зависит от нашего внутреннего состояния. Пусть солнце, радость, удача всегда будет с вами. Пусть она как прищепка будет везде, абсолютно, где бы вы ни были, всегда с вами радость, удача и оптимизм». Идея события родилась у лидера организации «Мама» Елены Гриценко. Сам фестиваль – мотивация для людей с ограниченными возможностями идти вперед, зная, что их ценят за их способности и все то, что они делают. «Дорогие участники фестиваля, ребята с инвалидностью из разных регионов России, а пространство творчества – это там, где нет границ. С инвалидностью ты или без, особенно или нет, ты можешь наравне со всеми добиваться и достигать реальных результатов». «Мы будем лететь, мечтать и смеяться, и вдруг. Любую беду мы с тобой непременно осилим. Мы самый нежный, верный и преданный друг. Мы – это очень красивое слово, сильное, важное, без преград. Мы как прищепка, держащая крепко. Вместе мы лучше всех наград». Для зрителей было удивительно наблюдать, как ребята с нарушениями слуха чувствовали музыку и пели. Дети с физическими отклонениями свободно танцевали и играли спектакли. Этот праздник показал, насколько сильно может быть желание человека развиваться, несмотря ни на какие проблемы. Также парк Дворца культуры «Современник» стал творческой мастерской. Занятия, игры и мастер-классы объединили жителей Заречного и участников фестиваля. Ни на минуту не возникало ощущения, что у творцов есть какие-то проблемы со здоровьем. И на каждой творческой площадке была атмосфера дружбы и свободы. Символ Заречного – лось. Он же стал и неофициальным символом арт-фестиваля «Рыжая прищепка». Горожане на творческих занятиях под открытым небом украшали не только прищепки, но и создавали ярких и солнечных рыжих лосей. Завершением фестиваля стал спектакль «Диалоги» казанской студии «Эмоция». Все актеры – люди с ограниченными возможностями, но их игра вдохновила каждого зрителя. В своем спектакле ребята показали, насколько важно ценить моменты обычной жизни, из которых и состоит счастье. На несколько часов главная сцена города стала центром позитивных эмоций и внутренних сил, которые переживали актеры. Какие вы талантливые, жизнелюбивые, необычайно энергичные разума, любви и всего того, что скрыто в каждом уголке вашего большого, огромного сердца. И прекрасное далекое не будет жестокое. В нем будет только радость, наша любовь и счастье. Будьте счастливы, успехов вам творчества, у вас уникальный проект, и вы все сами уникальны. Браво! Открытый микрофон – возможность сказать спасибо участникам и организаторам фестиваля. Все, кто хотел поделиться своими чувствами, получили такой шанс в завершение праздника и поставили яркую точку в красочной истории первого открытого инклюзивного арт-фестиваля «Рыжая прищепка». В зале Дворца культуры в этот момент царила теплая и поистине семейная атмосфера. Мне было страшно, и страшно от того, что вдруг что-то не получится, вдруг что-то не сможем. Я пошла в голове нашего города, Олег Васильевич Кальманов, он мне говорит, конечно, да, все сможем. И я очень благодарна Департамент культуры, молодежь и политики в лице и Центра здоровья и досуга, и Дворца культуры «Современник», что они людей подхватили, поддержали и начали ее реализовывать. Низкий вам поклон и всем тем, кто сегодня нам помогал все это сделать. Ну, а про вас, уважаемые участники, только в восхитительной, превосходной степени. Вы необыкновенные. Мы вас ждем, и я думаю, что может быть не ежегодный, но традиционным он будет. Правда? Спасибо, вам большая душная семья. Я думаю, что будем продолжать. Да? Отлично? Фестиваль показал, что участники – те люди, чьи возможности безграничны, даже несмотря на физические недостатки. Их таланты такие же яркие, как и у любого другого человека. Но их особенность в том, что они не боятся бороться с собой своими страхами и болезнями. Для таких людей действительно нужно создавать город, в котором хочется жить. Ксения Митюрникова и Карина Краснова. Специально для телепередачи «Лестница». Человеку знать не дано. Сколько времени будет он жить, но дано выбирать одно. Как ему с этим временем быть? Жить. 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 Как научиться в мире жить. Уметь любить, уметь прощать И до конца себя отдать Жить, жить, жить Как научиться просто жить С людьми родными рядом быть Вместе мечтать, вместе любить И каждым мигом своим дорожить Ого, никогда бы не подумал, что в Заречне могут проходить такие события Согласна, а еще в нашем городе много лет проводятся дни двора Заречный – небольшой город, где живут люди неравнодушные к своему дому Жители участвуют в конкурсе общественных инициатив «Мой дом, мой двор» Этот конкурс не только чистые дворы, ухоженные цветники и красиво украшенные подъезды Это единение жителей всего двора И уже 12 лет подряд доброй летней традицией становятся дни двора Для жителей этот день не долгожданный, для организаторов ответственный Заречный – уютный город Здесь созданы все условия, чтобы жить удобно И Росатом очень хорошо помогает ему развиваться В этом году все дни двора посвящены проектам, которые реализуются благодаря госкорпорации На территории Заречного реализуется один из проектов Росатома из 18 И все они делают город и жизнь его жителей лучше и комфортнее Школа Росатома, культура Росатома знакомы всем горожанам Но есть проекты, которые не очень известны Например, WorldSkills, Atomiada и другие проекты И вот для того, чтобы как можно больше людей узнал об этих проектах Было принято решение провести некую презентацию проекта в госкорпорации Росатом В рамках праздника дворов День двора – это всегда долгожданный праздник Организаторы готовят для горожан концерты, творческие, спортивные и познавательные площадки Игры Тысячи наших горожан участвуют в этом празднике, в этом мероприятии Вы все большие молодцы Хочу сказать вам огромное спасибо за то, что вы делаете Конечно, ну, вот ведущие задали такой ритм Я думаю, что праздник и этот, и все остальные праздники проведут в таком ритме Ежегодно День дворов – время чествования жителей, которые приложили наибольшие усилия в улучшении своих дворов На каждом празднике представители администрации Заречного награждают старших домов, волонтеров и всех тех, благодаря кому город становится поистине уютным Вы заслужили награду, благодарственное письмо за реализацию корпоративного проекта госкорпорации «Русатом» В этом году обязательная часть каждого праздника двора – рэп, который объединяет в себе все проекты, что реализуются в городе благодаря «Русатом» Звало созидателям классный просвет, основателям города особо не стоит Трудами своими вы славите город, мы вами гордимся, и каждый нам дорог Проекты WorldSkills и Атомиада, проекты на старте рулят ребята Здесь каждый несет это звание свято, звание это гражданин страны «Русатом» Школа «Русатом», взлет для детей, много отолковых научных людей, возможность учиться, творить за деталь, своими озарительствами, во всем побеждать Зимка, скажи, а что за проект, когда в поликлинике очереди нет? Территория культуры «Русатома» – один из известнейших проектов госкорпорации Это разнообразный концерт, спектакли, конкурсы, поддержка творческих талантов в городах-участниках И Заречный часто становится площадкой реализации проекта Даже в организации праздников дворов особое место занимают именно учреждения культуры Коллектив «Современника» – автор программы «Дней дворов» В этом году праздники двора на самом деле будут отличаться от тех, которые реализовывались в нашем городе на протяжении уже не одного года Во дворах города Заречного звучит детский смех Мы знакомимся с творческим коллективом нашего города Но вот в этом году, я думаю, что благодаря тому, что практически все учреждения образования, культуры, спорта, других отраслей, градообразующего предприятия Собраны на одной площадке Вот эти праздники двора, они пройдут на более высоком уровне Я думаю, что наши жители, жители нашего города обязательно это оценят Каждый концерт – одна из самых ярких площадок всего Дня двора Творческие коллективы «Заречный» создавали ютную атмосферу Они всегда желанные гости Дня двора Но эти выступления – не только яркие песни или танцы Это также возможность и для самих горожан познакомиться с коллективами и начать заниматься в объединении Поем все вместе! Россия! 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 По дороге ночной Гормой заливается Здесь приходят кульмой А милые волны боются День двора День двора – не только шанс познакомиться с проектами, но и с теми, кто их курирует Галина Трункина и Ольга Головачева – муниципальные координаторы, слабы созидателям и школы Русатома Они рассказали суть своих проектов, пригласили жителей города принять в них участие и рассказали, как это сделать Ежегодно проходит творческий конкурс работы Дети делают видеоролики, делают аудиоролики о своей бабушке, дедушке, о созидателе И сегодня здесь на площадке тоже можно подойти вот сюда И мы можем записать воспоминания вас, уважаемые жители этого двора Которые стояли выступ на создании города и уже много лет работают и живут в городе Школа Русатома – способ открыть и развивать свои таланты для школьников Заречного Юные инженеры, конструкторы, театралы и художники могут попробовать свои силы уже в новом учебном году в конкурсах школы Русатома На дне двора свою площадку организовали журналисты проекта «Атом.Медиа» Жители двора могли наблюдать за работой юных корреспондентов канала «Атом.Медиа» Комфортная жизнь в городе невозможно без качественного медицинского обслуживания Госкорпорация Русатома помогает Заречному и в сфере здравоохранения Проект «Бережливая поликлиника» реализуется с 2018 года И за это время достиг положительных результатов Благодаря чему в период борьбы с пандемией COVID-19 Медико-санитарная часть Заречного была лучше подготовлена к борьбе с вирусом Кроме того, день двора – возможность для горожан защитить свое здоровье и вакцинироваться В празднике двора показывают огромное разнообразие проектов В которых могут принять участие жители всех возрастов и профессий Атомиада, Атомный воркаут, Nucleotids, WorldSkills ждут своих участников На празднике двора занятия по душе можно найти и детям, и взрослым Это уникальное событие, которое объединяет в себе позитив, улыбки, радость от новых знакомств и красоту родного города Поделитесь своими впечатлениями от праздника Все отлично, мне все нравится Когда я был маленьким, не было такого масштабного, таких масштабных здесь праздников В этом году смотрю, прям вообще все классно, хороший праздник, детям должно понравиться Девчонки, расскажите, а чем вам нравится день двора? Мне понравилось здесь, мне понравилось общаться с животными и смотреть концерты А тебе? А мне понравилось лего собирать и кокей играть День двора – время знакомства с учреждениями Заречного Творческие кружки и студии, спортивные секции, образовательные объединения Ждут новых воспитанников и учеников в новом учебном году Мы находимся на военной площадке, на которой можно собрать и разобрать автоматы С которыми наши деды и прадеды защищали нашу родину Никита, я очень хочу научиться прыгать на скакалке Вань, ты можешь научиться прыгать на скакалке Нашей организации – роп-скиппинг от центра «Юность» Мы занимаемся с скакалкой каждый день, принимаем новеньких Кто хочет заняться спортом в этом дворе Могут попробовать поиграть в хоккей, в бен-бентон, сдать нормы ГТО На одной из площадок находится контактный забарк «Эко-город» Здесь очень много людей Каждый может погладить животных или взять их на руки Все желающие могли собрать магниты конструктора, разрабатывая мелкую моторику В тактильном лабиринте можно проверить свою интуицию А волшебный таз с водой удивил многих своей магией С каждым годом Заречник становится красивее и комфортнее И все, что делают его жители, играет в этом огромную, значимую роль Делая уютнее свой дом и свой двор, зареченцы улучшают жизнь своего города в целом Неравнодушие и желание горожан создавать красоту вокруг себя Продолжают традицию проекта «Мой дом, мой двор» Помогая Заречному становиться лучше с каждым днем Дарья Максишина, Иван Батвинкин, Марта Дудкина, Милана Дудкина, Милана Тельфилова, Алена Душкова, Максим Душков, Ксения Митюрникова, Карина Краснова Специально для телепередачи «Лестница» Увидимся с вами ровно через две недели Все самое новое и интересное смотрите в наших социальных сетях До скорой встречи! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!